по крайней мере, понимаете, если я там, Саша, посмотрю на работу, например, на работу и обработаю свой способ, то на многих людей же изучило, секундочку, а почему он вам сразу сказал сказать технологию? Это по радиопрактике, разные вещи, знаете, практика – это результаты, правильно? Так вот. Мы называем практикой то, что принято в этой проводиться, называемый, понимаете, как раз на практике, а что? Система приемов, с помощью которых вы достигли вашего приема. От чего вы отталкиваетесь, Саша, вот дарит. Для того, чтобы объяснить, двух слов не скажешь, потому что действительно, это нужно объяснять и учить людей, не то, что вы говорите, реально, не слова, которые в абсолюте, которые никто никогда не видел, не чувствовал, понимаете? Если я говорю, то я могу перестроить, может быть, то людям и десятки людей перестроены, которые получат возможности делать. Кстати, я могу сказать, насколько я знаю, кто-то, с кем я разговаривала в актуале, и кто-то был шокирован, не то, что шокирован, ну да, в известном смысле шокирован, словами, что вы продумали, то, что вы рассказали, потому что я прекрасно понимаю, что когда человек употребляет такие слова, и про такие понятия говорит, как про совершенно повседневные, обыденные вещи, это повседневная, достаточно вещь обыденная для большинства присутствующих, я думаю, это из области абсолютной фантастики. И вот кто-то спросил меня, что он, пусть он покажет, жаждет чудо, все понятно, так сказать, но, но, подождите. Самое интересное, что никто почему-то абсолютно не хочет показывать, да, не спрашивает, а покажите нам абсолют. Вот я хотел спросить, покажите мне абсолют. Просто то, что я говорю, я могу и доказать, и показать, и дело-то некий раз. Но, а почему считаю, что вы достоин, чтобы я вам что-то доказывать? Я это делал уже не один раз, это за протеторию можно. Есть хорошая в этом плане критча. Прошел один человек в руки, я не хочу туда никаких правилей приводить, так? Поверьте, нет, просто в салтыча очень хорошая. И говорит, слушай, вот ты мне покажи что-нибудь. Вот тогда я буду тебе верить. Подруг, коски свои. Будда показал чудо рождения. Он сказал, вот теперь я в тебя верю. А Будда сказал, тебе ты мне не нужен. Это первое. Второе, то, что касается момента, связанного с практикой, так. В Америке у меня было возможно наблюдать, потому что перестройка мозга, это не удалось найти систему, как это сделать, занимает, очень бы здесь человек, так сказать, фундаментов достаточно, это 5-10 минут, а это быстрее. Но, в Америке у меня такие люди были. У меня были как вообще, в практике, скажем, я провел, право людей, которые вообще никогда не годились для этого. И тщение, кто я их изменял до тех пор, пока они не стали получить то, что те получили с самого начала. Другими словами, у кого-то человек, когда, допустим, отмазаете из 100 элементов, может быть, от, ну, для этого преобразования, допустим, у кого-то 98, у кого-то 2 кусочка. Если человеку 2 инфлата, то нужно добавить 2 элемента. Если не у него 98, значит, добавить 98. Но если собираешь нужные элементы, то потом не нужно преобразование. Так вот, вы знаете, преобразование делал у тех, которые действительно были хорошие, задатки к этому быстро, в течение нескольких минут, и те, у которых было вообще ничего не было, пришлось задавать их. И те и другие получили. Но что интересно, вот я вел семинары в уникархе, естественно, в течение 13 лет. И самое интересное, что вместо того, чтобы могли двигаться очень быстро, многие из них кусовали. Знаете почему? Потому что они не хотели действительно, даже получив инструмент, то есть возможность быть внутри органов, вот, допустим, проводили практические занятия, они, допустим, идут, смотрят, натыкаются на то, что первым впадается, и все, и дальше идут. То считать это достаточно. Естественно, если натыкаются первое, что их устраивает, не выискивая первую причину, то результаты, эффективность работы будет минимальной. И сколько раз я пытался, найдите, сначала переключим, давал разные варианты фактических, потому что сейчас нельзя, нет возможности дать методику практически, это занимается время большое. Начал уже сначала представление на эту систему, после того, как уже представление на дату, надо уже объединить, как за систему представить, надо действовать. Это два часа, два часа с него нужно, и сейчас не нужно. Вот. И даже после того, когда ты даешь им, человек начинает сам, а вот я считаю сам с усами, вот мне это нравится, я это возьму, мне это нравится, я это не возьму. Не понимая того, что целостность должно восприятием быть. И вот через 10 лет уже, в 2004 году, я после очередного практически, знаете, где они проходили со своими пациентами фотографии, вот я для того, чтобы проверить их тесты, так, вот каждый, пусть я посмотрит на эту фотографию и запишет, что, и проблемы не увидят. И каждый находил что-то, кусочек здесь, кусочек здесь, кусочек, но никто не смотрит цель. Почему? Потому что они натыкают, что ты их устраивал, их понимание устраивал, и все. А движение вперед, не на то, что успокоится на то, что тебе известно, понятно, а на то, что неизвестно, и у них были инструменты. И в 2004 году, через 10 лет, я им сказал, гвардия, ребята, есть два варианта. Вы хотите принять, или не хотите принять? Если хотите, милости просить, не хотите скатить на дорогу. Но, если вы сказали, что мы хотим, это как алфавит и грамматик. Вы не можете взять из алфавита, выбрать буквы, которые вам нравятся. Четыре буквы, которые мне нравятся, вот я их беру, а остальные, со мной не резонируют. Я их не беру. И что вы с этих четырех получите? Ну, черта. Ну, конечный эффект, это ситхи или нет? Нет. Да, пожалуйста. Я так понимаю, что молодой человек очень разговаривал по поводу практики этот вопрос. например, вчера был гость из Индии. В большом докладе он показал практику, как вы регулировали, как вы все такое. То есть, народ, вы взорвали, это ситхи или нет?